Cloud Company известна своим автомобильным аксессуаром для удобной заправки. Это довольно интересное и оригинальное по задумке устройство. Теперь производитель выпустил не менее интересный атомайзер Maker RDA, который однозначно заслуживает внимания. Давайте говорить сразу прямо. Maker выглядит как так бот. Сходство становится особенно заметным, если использовать стандартный топ-кэп. Кроме привычного ремкомплекта, производитель кладет в коробку Делариновый дриптоп и специальную подставку стенд, чтобы устройство можно было красиво поставить. Из-за этого хочется подшутить, что Изи Клауд, видимо, сами знают, что их девайсу место на полке. Однако вернемся обратно к дрипке. Воздух забирается сверху и регулируется поворотом дриптопа. После этого он проходит по стенкам тела и идет наверх. Каждое из 10 отверстий обдува имеет диаметр в 2 мм. Из-за этого стенки испарительной камеры достаточно широки, а вот сама камера получается миниатюрной. С одной стороны, массивные двуспиральные намотки вы сюда запихнуть вряд ли сможете. Этому помешают относительно небольшие отверстия для установки спиралей. С другой стороны, это и не нужно, так как устройство больше рассчитано на вкус, нежели на выдувание облаков. Тем не менее, нельзя сказать, что пара тут мало. Его вполне достаточно, что делает дрипку отличным вариантом на каждый день. База в Мейкер тоже похожа на ту, что была в Тагбот. Тут стоят все те же две стойки, но в данном случае плюсовая стойка медная. Ванночка достаточно глубокая. Учитывая еще и верхний обдув, протечки вам не страшны. Обслуживая дрипку, нужно понимать то, как она работает. Поэтому лишний раз советуем взглянуть на коробку с изображением мотомайзера в разборе. Из-за особенностей конструкции мы рекомендуем приподнимать спирали так, чтобы они были выше отверстия обдува внутри испарительной камеры. В противном случае спирали будут обдуваться только сверху, и вы превратите вашу дрипку в вайскюбд от ватофа. В целом, есть два основных варианта намотки. В первом случае мы намотали два фьюст-клептона на оправу в 2,5 мм. Больше уместить уже сложно. А вот если намотать одну массивную спираль на 3 мм и расположить ее посередине, то получается довольно недурно. В таком состоянии устройство становится приятно парить длинными затяжками. Однако нет ничего идеального. Во-первых, производитель промахнулся с подбором орингов на дриптопе и топкэпинг. Из-за этого надеть их не всегда получается с первого раза. Также некоторые пользователи могут быть несколько возмущены пином. Да, он выступает, и использовать его с гибридным коннектором можно. Но прямо в центре он имеет шестигранное углубление, что негативно сказывается на площади контакта. В целом, дриптоп получилась отличным вариантом на каждый день. С ней вы получите хороший вкус и достаточное количество пара. Мы не можем рекомендовать этот атомайзер тем, у кого небольшой опыт намотки. К клаудчейзерам, а также к койлбилдерам. Большого простора они тут не получат. В общем, мейкер это устройство для самого, что ни на есть среднестатистического, но уже более или менее продвинутого вейпера. Мы благодарим Easy Cloud Company за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях. Субтитры сделал DimaTorzok Клаудмейкер Вейпер 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 Вейпер